Добрый день! В сегодняшнем видео я бы хотел поднять тему получения 1000 гривен в ДИА за вакцинацию. И сегодня 30 ноября и есть более-менее нормальные вводные данные по получению 1000 гривен в ДИА за вакцинацию. Как только появилась эта информация, самые первые вводные данные, которые были, это то, что будет выдавать 1000 гривен, начнется старт выплаты 19 декабря. Выплата будет осуществлена через ДИА, через сервисовую услугу ДИА. И также было установлено, что деньги будут давать не на все траты. Сейчас же сегодня вышли новые вводные данные, я бы хотел с вами поделиться. Они уже более конкретизируют выплаты, как это будет осуществляться и на какие цели. Прошу подписаться на канал Банковский Клуб, нажав на красную кнопку подписаться, затем закрашенный колокольчик. Также прошу поставить лайк под этим видео. Если у вас будут вопросы по данной теме, пишите в комментариях, мы постараемся как можно быстрее на них ответить. Итак, помимо тех вводных данных, которые я вам сказал, появились еще две новые вводные данные. Первое, самое важное, это то, что выплаты будут осуществляться на карту, на виртуальные карты, которые будут открываться каждому, кто сделал вторую вакцинацию. Эти карты будут открываться в ДИА и подвязываться непосредственно в ДИА. Но здесь встает вопрос, просто так денежные обороты не могут происходить через ДИА, потому что ДИА это не финансовое учреждение. И поэтому, скорее всего, ДИА будет сотрудничать, синхронизироваться с каким-то банком. И вот эти виртуальные карты в ДИА будут работать на основе, на базе какого-то банка. Скорее всего, в 90% это будет приватбанк, потому что, по сути, государство вовлекает приватбанк во все какие-то государственные выплаты. Ну, давайте возьмем, например, выплата 5000 гривен на малюка, то есть карта малюка так званая. Вот, здесь вопрос в том, что рождается новый вопрос. Нужно ли быть клиентом приватбанка и нужно ли идти в отделение и открывать эту виртуальную карту? Здесь как бы непонятно. Но могу сказать то, что если вы уже есть в ДИА, сейчас уже банки, в том числе и приватбанк, умеют открывать счета и карточки дистанционно. Открывать дистанционно, подтягивая данные клиента через ДИА. И, скорее всего, это все будет ошляться на базе приватбанка. Будут подтягиваться виртуальные карты приватбанка. Вот, и они будут у вас видны в приват 24 и наверняка синхронизироваться в ДИА. Что дальше? По расчетам. Рассчитываться можно этими картами виртуальными, можно будет только в определенных магазинах, в определенных терминалах, у которых есть определенные MCC. Что такое MCC? Это код торговой точки, терминала, по сути. И, как сказали, будут определенные MCC. Это будут MCC спортзалы, кинотеатры, путешествия, театры. Вот. И, по сути, у каждого театра, у каждого такого там спортзала или, я не знаю, театра, есть свой вид деятельности, и который по MCC они работают. И, вот, определенные MCC будут давать доступ, рассчитываться этими картами виртуальными, этой 1000 гривен. А, к примеру, пойти в магазин и рассчитаться этой карты не получится, потому что MCC у магазинов, как у торговцев, совсем другие. Вот. Поэтому вас не пустят рассчитаться в магазинах. Здесь также еще вопрос. Если эта карта виртуальная, то, по сути, вы не будете иметь наличные деньги. Получается, что расчет может быть осуществлен только через терминал, с помощью телефона, с помощью бесконтактной оплаты. И здесь, опять же, встает вопрос ребром. Не у всех есть такие современные телефоны, чтобы можно было бы в терминалах оплатить именно этой карты. Вот. Ну, по сути, как бы, вот первые данные, которые есть, вот, они более ясны. И, если вам интересна, как бы, непосредственно тема выплаты 1000 гривен, как это осуществляется, подписывайтесь на наш канал. Я буду описывать все, опять же, какие-то новые вводные данные. И во время старта выплаты этих 1000 гривен я сниму инструкцию, как приложение иди на ноутбуке или же на компьютере непосредственно сгенерировать эту карту виртуальную. И как на него получить эту 1000 гривен. Ну, и, по сути, как не ею дальше расплатить. Если вам это интересно, подписывайтесь на наш канал, будет информативно. Прошу подписаться на канал Банковский Клуб, нажав на красную кнопку подписаться, затем закрашенный колокольчик. Также прошу поставить лайк под этим видео. Если у вас будут вопросы по данной теме, пишите в комментариях, мы постараемся как можно быстрее на них ответить.